И последнее. Якутиане пробежали северный марафон. Забег на несколько десятков километров прошел в субботу как раз на территории парка культуры и отдыха в Якутске. На старт вышли как любители, так и профессионалы. О приверженцах здорового образа жизни расскажет Саргулана Федорова. Настоящий спортивный праздник начался с раннего утра. Марафон стартовал в парке культуры и отдыха. Спортсмены бежали по асфальтовой части парка. Перед участниками стояла задача преодолеть за 6 часов дистанции 42 километра в 195 метров. Один круг составляет 2,48 километров. Всего на старт соревнований вышли 45 спортсменов. Это олимпийский вид спорта. Мы для развития и пропаганды здорового образа жизни в прошлом году решили написать проект. Он более как бы массовый вид спорта. И чтобы побольше народу нам приходило бегать. Участники забега разминаются и готовятся к старту. Евгений Дьячковский планирует пробежать свой первый марафон. Атлет готов преодолеть сложную дистанцию 42 километров. По его словам, чтобы пробежать марафон требуется длительная подготовка, выносливость и большой так называемый километраж. Тактика добежать до финиша. Другой тактики нет. Лимит 6 часов. За это время надо успеть прийти к финишу. В начале старта марафонцам сопутствовала мягкая пасмурная погода. Но в середине дистанции начался дождь. На пути следования атлетов организован пункт питания. Спортсменов сопровождают контролеры, медики и активно поддерживают болельщики. Прибежать к финишу северного марафона удалось не всем. У кого-то сводило ноги, кто-то не рассчитал свои силы и сошел с дистанции. Марафонный 42 километра покорили 44 спортсмена. Пробежал я марафон впервые в жизни. Это очень тяжело удалось. Включил характер и до конца выложился и выиграл. Победителей определили по четырем возрастным категориям. Все участники на финише получили памятные подарки. А победителям достались ценные призы. Северный марафон стал новым уровнем беговой культуры города. Каждый участник вписал свое имя в историю массового бега. Саргалана Федорова, Георгий Григорьев, НБК Саха, Якутск.